здравствуйте эта программа мое утро и сегодня я ее ведущий денис петров и начнем с разминки 5 минут в день для хорошей растяжки и шпагат гарантирован перед тем как приступить к упражнениям на растяжку необходимо хорошенько разогреть мышцы подойдут любые виды прыжков или бег удели разогреву 3-4 минуты а теперь можешь приступать непосредственно к упражнением на гибкость каждое упражнение выполнить в течение одной минуты двойной выпад поставь ноги на ширину двух шагов наклонись и схвати руками ступни ноги согни в коленях делай осторожные качающиеся движения вправо и влево не отрывая при этом ступни от пола и не поднимая таз вверх модифицированная лягушка встань на колени руки на пол ступни сведи разведи колени и постарайся опуститься тазом на пол задержись в максимально глубокой позиции на 30 секунд отдохни и повтори упражнения наклон вперед сядь на пол выпрями ноги перед собой и разведи их в стороны с прямой спиной наклонись вперед и постарайся коснуться пола локтями задержись в этом положении на 30 секунд отдохни и повтори упражнение упрощенная стойка обопрись на одну ногу вторую отставь в сторону носок направь вверх перекатись на другую ногу опираясь на руки почти без помощи ног отдохни и повтори упражнение комплекс занимает всего лишь пять минут занимает упражнение по нему каждый день и будь в форме что такое детокс или как очистить свой организм от ненужных шлаков смотрите в следующем ролике праздничный стол может стать непосильной ношей для вашего организма поэтому после праздничных излишеств наступает время очищения мы подготовили список продуктов которые помогут вывести токсины и избавиться от лишних килограммов ламинария больше известным как морская капуста она обладает мощными сорбирующими свойствами именно поэтому она выводит и токсины и радионуклиды и болезнетворные бактерии которые находятся в нашем организме кроме того ламинария улучшает обмен веществ работу почек и кишечника капуста все ее виды богаты клетчаткой выводят шлаки из организма понижает уровень холестерина а также нормализует микрофлору кишечника помимо того капусте мало углеводов зато она богата витаминами и аминокислотами свекла также богата клетчаткой витаминами и аминокислотами кроме того она содержит в большом количестве магний кальций фосфор и калий и множество других нутриентов отварная свекла лучше всего усваивается организмом при этом свежая свекла содержит больше витаминов оптимальным вариантом будет свекла приготовленная на пару сельдерей сложно найти достойную альтернативу данному продукту из-за его уникального состава каждая его часть словно нашпигована витаминами а группы b pp c к железо и кальцием кроме того сельдерей содержит отрицательную калорийность поэтому обязательно включите его в ваше меню мы приготовим беток салат который насытит вас витаминами и клетчаткой нарезаем кубиками свеклу сельдерей и творожный сыр добавим морскую капусту и смешаем все ингредиенты такой салат станет отличным гарниром на обед или ужин поможет вывести токсины и избавиться от лишних килограмм в основном все мы любим вкусно поесть кто-то любит шашлыки кто-то котлетки кто-то пюрешку но сейчас мы вам расскажем как приготовить обалденный крем-суп с курицей и рисом и 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 а вы любите бывать необычных местах например один ливанец 14 лет строил необычный отель рекомендую съездить и посмотреть изначально ливанец реймонд язбек хотел просто сделать в своем доме ремонт однако обновление затянулось на 14 лет а в результате вылилось в настоящий отель правда не совсем обычный дом находится в деревне римала здесь реймонд проводят для гостей экскурсии по комнатам наполненным винтажными предметами разными причудливыми вещами и поделками которых здесь приблизительно три тысячи среди них настенные часы звоночки рога оленей и даже ракушки которые он 30 лет собирал во время путешествий по миру на все это владелец в общей сложности потратил около двух миллионов долларов некоторые предметы реймонд сделал сам мужчина говорит что работа помогла ему залечить душевные раны и справиться с депрессией это было терапией а превратилось в увлечение я начал замечать что то что я делаю было красивым и у меня получается я начал вкладывать в это деньги так постепенно я начал собирать раритетные вещи к примеру черепицу на крыше реймонд сделал самостоятельно из оливкового дерева делая эту работу даже если делаю самостоятельно и устаю я всегда счастлив я строю стену а потом любуюсь ею смотрю на нее как на выигрыш в миллион долларов одна ночь в таком отеле стоит от 75 до 300 долларов я никогда не была в подобном месте уверена что такого больше не найти у этого человека который черпает вдохновение в сознании и сердце есть художественный вкус люди должны знать что он выражает свой внутренний мир реймонд говорит что уже начал работать над другим отелем его он сделает из камней которые выбрасывают фабрики говорит что не волнуется и готов потратить на этот проект еще 15 лет рано или поздно жизни каждого человека наступает момент когда пора делать ремонт и вот типичные ошибки которые допускают многие при ремонте его ждут к нему готовятся его боятся ремонт не случайно сравниваются стихийным бедствием мы проанализировали типичные ошибки и расскажем о них в нашем новом видео начнем с дверей их стоит выбирать до начала отделки помещения гораздо проще сначала вырезать дверной проем нужного размера а не переделывать его уже после укладки плитки или штукатурки если вы планируете переделывать стяжку пола учтите ее высоту при расчетах размеров двери и дверного проема устанавливать наличники на двери стоит уже после поклейки обоев иначе стык будет выглядеть неаккуратно обрезать обои следует не ножницами а ножом держа его под углом в 45 градусов так у вас получится ровный и гладкий срез обязательно проверьте достаточный ли напор воды в кранах слабый набор воды не только доставляет неудобства при пользовании душем или туалетом при недостаточном напоре не заработает газовая колонка или система фильтрации воды если с сантехникой все в порядке то усилить напор можно с помощью специальных насосов которые монтируются в подающую трубу и автоматически поднимают давление воды до заданного при покупке плитки помните что чрезмерное количество бордюров фризов и вставок может навредить общему дизайну помещения если вы планируете делать перегородки или стены из гипсокартона имейте в виду что нагрузка на них должна быть минимальна перед тем как повесить кухонные шкафчики убедитесь что стены идеально ровные кривые швы между стеной и мебелью или столешницами очень заметны особенно при искусственном свете и выглядят неряшливо выбирая вытяжку попросите включить ее прямо в магазине и послушайте насколько громко она работает это упростит ваш выбор и поможет избежать неприятного шума во время эксплуатации кстати при покупке вытяжки подумайте как спрятать воздухотвод вот и все советы на сегодня лето пляж солнце загар а вы знаете как правильно подготовить кожу к загару идеальный ровный загар мечта каждой девушки но на практике многие сталкиваются с трудностями на пути к идеальному оттенку кожи мы подготовили для вас советы которые помогут получить красивый загар а также проконсультировались с известным дерматологом чтобы вы получили максимум полезной информации при подготовке кожи к загару важно понимать что верхний ороговевший слой кожи задерживает ультрафиолетовые лучи поэтому для получения ровного и равномерного загара обязательно нужно проводить пилинги лица и тела сегодня мы покажем как можно просто и быстро сделать пилинг для лица используя соду и мягкую зубную щетку используя самую мягкую зубную щетку идеально подойдет детская проведите пилинг лица мягкими круговыми движениями по проблемным зонам смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем сода прекрасно очищает лицо помогает избавиться от черных точек и прыщей прекрасно дезинфицирует кожу заживляя мелкие трещинки и ранки для пилинга тела используйте скрабы гамажи и специальные щеточки в зависимости от того какой способ вам больше нравится удаление лишних волос следующий важный пункт подготовки к загару мы спросили у известного дерматолога ольги забненковой какой способ подойдет для этого лучше вот ее ответ когда мы говорим о загаре важно помнить и об удалении нежелательных волос на теле для этой цели чаще всего женщины выбирают или бритье или энзимную эпиляцию очень важно помнить что энзимная эпиляция перед загаром категорически противопоказана потому что она может вызвать раздражение и неравномерное проникновение утеропилятых лучей и появление пигментации поэтому перед загаром более безопасно использовать бритье для этих целей лучше выбрать бритву для чувствительной кожи в этом случае вы полностью нивелируете раздражение на коже вы можете провести удаление волос уже непосредственно перед загаром накануне и будьте абсолютно уверены и в гладкости кожи и безопасности загара все знают что нужно пользоваться средствами для загара но как выбрать хороший продукт и подобрать правильную степень защиты мы также решили получить ответы на эти вопросы у квалифицированного специалиста какой же степень защиты выбрать если у вас светлая кожа то очень важно выбирать степень защиты максимально высокой 30 и 50 на самом деле даже если вам кажется что вы не загораете вы все равно загораете но формирование появление загара на коже происходит более бережно и более безопасно для вашей кожи сейчас на рынке достаточно большое количество средств для защиты от солнца на что важно обратить внимание фильтр должен быть комбинированной то есть содержать и химические факторы защиты и физические и что очень важно хороший солнцезащитный фильтр должен содержать антиоксиданты это витамины а и е и вещества которые восстанавливают кожу чаще всего это пантенол алоэ или бисоболол это позволит не только защитить кожу от ультрафиолетовых лучей но еще и восстановить ее после воздействия солнца если наше видео вам понравилось ставьте пальцы вверх и оставляйте комментарии ослепительного вам загара и незабываемого лета бывалые трудяги говорят что до обеда организм борется с голодом а после обеда со сном а сейчас мы вам расскажем как держать в течение всего дня мозг в тонусе обеспечьте приток кислорода делая физические упражнения соедините лопатки поверните голову влево и вправо как будто стараетесь посмотреть себе за плечо наклоняйте голову влево вправо вперед назад сделайте несколько круговых движений головой по часовой стрелке и в обратном направлении выполняйте эти упражнения плавно без рывков расслабляйтесь стресс плохо влияет на умственную деятельность чтобы расслабиться и отвлечься сделайте дыхательную гимнастику она снимает напряжение наполняет кровь кислородом делайте гимнастику для глаз направьте взгляд вверх вниз влево и вправо нарисуйте глазами восьмерку знак бесконечности круг направьте взгляд вдаль а теперь скользите взглядом вверх вниз как по лестнице считая до 10 зажмурьтесь а потом откройте глаза и часто поморгайте повторите пять раз работайте с таблицами шульте это таблицы со случайно расположенными числами или буквами они развивают периферическое зрение тренируйтесь максимальным количеством таблиц в течение дня постепенно переходите на более сложные таблицы тренируйте память после просмотра фильма или прочтения книги максимально точно перескажите сюжет смотрите на картинки и фотографии запоминая как можно больше деталей и так я напомню вам что с вами была программа мое утро и я ее сегодняшний ведущий денис петров ну хотелось бы пожелать всем ясного неба яркого солнца хорошего отпуска приятного лета поменьше дождей побольше позитивных эмоций а вы не переключайтесь далее мультик